Теперь с уверенностью можно сказать, что чемпионат мира по футболу пройдет и в нашем городе, правда, немного в другом формате. На стадионе «Локомотив» организуют прямые трансляции. С инициативой выступили сами болельщики, они попросили организовать фан-зону на главной арене Саратова. Для того, чтобы действительно наши футбольные болельщики смогли посмотреть трансляции не просто дома, а именно вот здесь все вместе, мы проработали этот вопрос в FIFA, получили лицензии на право трансляции и все три матча группового этапа нашей сборной будем показывать здесь, на стадионе «Локомотив». Чемпионат мира по футболу стартует уже через 6 дней, то есть в следующий четверг. В нашей стране это событие пройдет впервые, покажут все три матча группового этапа нашей национальной команды. Так было и в 2012-м, тогда для болельщиков также организовали фан-зону. Показывали игры с участием российских футболистов на чемпионате Европы, на Украине и в Польше. Первый матч 14 июня со сборной Саудовской Аравии, затем с Египтом и Уругваем. Правда, последний матч чиновники сегодня намекнули, что, возможно, он под вопросом. Это все зависит от того, как сыграют наши сборники. Если наши ребята совершат чудо, если они действительно все процесс, идущий к чемпионату мира, они просто притворялись, и они, оказывается, великие актеры, и в действительности на чемпионате мира 14-го, 19-го, 25-го они просто стрельнут, а еще дальше, вот. То здесь, я так думаю, будет много людей, желающих вообще в городе. Даже бабушка, которая никогда не смотрела футбол, а болела всегда за Овечкина, она придет поболеть за нашу сборную. При этом на стадионе будут усилены меры безопасности. На входе полицейские установят рамки металлоискателей, а в округе усилят число патрульных. Также к охране правопорядка привлекут дружинников. В общем, сделают, как и в городах, в которых пройдут официальные матчи мирового первенства. Роман Базан, Олег Биряков, Саратов, 24.